Всем привет! В этом чатике. Что я тут делаю? Рассказываю. Поиском темной материи. Коллаборация называется Ксенон. Я этого не переживу. Мне надо что-то другое. Я сдалась. У нас Malcolm Cocktail с таким потрясающим видом. Синкт-Петербург. Калюнинград? Да. Из Сен-Петербурга. Ну что, котятки, отправляемся с вами в Париж. Я в командировку. Это просто. Мы сейчас бежали с Женей на вокзал, потому что Google меня обманул и автобус вовремя не приехал. В итоге мы прибежали все вовремя, но платформа пока не определена. Почти 9. Мой поезд в 9.03. И в Париж я приеду полдвенадцатого. Обожаю. Я одна ночью в Париже. Класс. Все, как я люблю. А все почему? Потому что я бронировала, как всегда, не по моей вине, но как всегда, свою командировку в самый последний момент. Это самый ранний поезд, который остался. Как-то так. Ну, еще в Париже у меня бронетели. Ну, вроде как все подтвердилось, но я все еще сомневаюсь. Приеду. Когда приеду, когда заселюсь, я вам обязательно все расскажу, почему я сомневалась. Поехали. Итак, задержка стала 30 минут. Мы вот вышли на улицу, потому что там очень нужно стоять, и на улице тут какая-то кафешка очень странного вида. Ну, ладно. Я села на стульчик, чтобы мне экран было видно, чтобы если вдруг что-то изменится, я сразу увидела. На втором этаже. Не смотрит. Снимаем друг друга. Бум! А что, я тут сижу? Может, уже кокошку. Итак, ребят, я заселилась. Сейчас на часах час ночи где-то. Даже больше. Не распаковал чемодан, я займусь этим утром. Сейчас у меня на ужин чипсики. Смотрю Круэллу, которая начала смотреть еще в поезде. Кто в теме, тот в теме. Вот. И думаю, выйду к вам уже завтра. Ну, для вас это будет просто, как обычно, следующий кадр. Всем спокойной ночи. Точнее, кому всем? Мне спокойной ночи. Ну что, доброе утро. Доброе утро. Пойдемся завтракать. Пришла пораньше, людей как-то поменьше. И тут утворю яичко. Что это и происходит, ребят? У меня украли яичко. Триндец. Сварила. Итак, я сходила, уже позавтракала. У меня осталось немножечко времени, чтобы разобрать чемодан. Потому что вчера я приехала очень поздно, у меня вообще не было сил. Я сразу легла спать. В общем, сейчас разберусь чемодан, соберусь и поезду уже на работу. Сварила. Продолжение следует. Так как мне подолгу службы нужно постоянно работать на компьютере, я все время его ношу с собой. Но сейчас, пока в командировке, мне нужно с собой еще и зарядник носить. И воду. И вот это вот все на моем маленьком хрупком плече носить. Витаминки. И обращаю внимание. Более грамотные из нас носят это в рюкзаке. Но у меня рюкзака подходящего размера, куда бы влез мой компьютер, нет. Поэтому ношу все в сумке. Ну что, котики, пойдемте. По прогнозу погоды сейчас 13 градусов, но будет 25. Я очень сильно надеюсь, что я не замерзну просто в рубашке. Ну, а когда станет жарко, я ее просто сниму. Пойдемте. Ребята, я тут поняла, что я даже не сказала, куда я иду. А иду я в Сарбору? Ну, вообще-то. Ну, вот университет, о котором я так много говорила. Сейчас я туда направляюсь. Хотя вот Сарбона несколько, я так поняла, филиалов. Ну, факультета. В общем, несколько зданий по Парижу стоит. Я иду в тот, который Еремарий Кюриль. Физический, который. Вот это да. И здесь стройка. И здесь что-то строят. Ну, как-то, ребятки, не скажу, что шик-блеск. Очень даже скромненько выглядит это здание, в которое мне нужно идти. Очень похоже на корпус в МИФИ. Если вы, конечно, понимаете, о чем я. Ну, тут стройка какая-то, блин, снимать неудобно. Ладно, поворчали. Идем дальше. Так, с этой стороны вот так красиво. Такие красивые здания. И мне вот сюда. Ну, тоже как бы неплохо. Ну, не это. Что ж. Так, мне дедочка сказал, там как-то от метро. Чуть там, направо. Ну, сейчас разберемся. Все, я вижу вход. Он вот там. Йоу. Не, ну, тут симпатичненько уже. Я вам так скажу. Студентов полно. Еще сентябрь. Их должно быть много. Мне пейджик дали. Короче, 40 минут я взяла не просто так. Естественно, кто бы сомневался, я заблудилась. Так, мы с этой толпой отправляемся на обед. Спасибо. Пожалуйста. Лет. Итак, так-то мы шли за французом. Мы пришли, естественно, баланжери за сэндвичами. Я этого не переживу. Мне надо что-то другое. Я сдалась. Максим, поза снимем. Так он жарит на сей день. Сумка стоит. Там сижу я. Мое местечко. О, здесь есть розетки. Потрясающе. Как удобно. И вот тут вот мы всякие презентажки и смотрим. Здесь мой эклер на вечер, который я не успела доесть. Точнее, не то, что не успела. У меня уже пережор. Потому что мы пошли на обед в 12. Для меня это слишком рано. Так что на вечер себе оставила. Ну что, котятки, вот и закончился первый рабочий день. Большинство пошли в бар. Называется After Work. Я решила пойти домой. Во-первых, вам видео заснять. Во-вторых, если честно, 6 часов сна сказываются. Сейчас 6 вечера. Где-то с 4. Я уже клевала носом. Мне уже было плохо. А так не пойдет. Надо быть свеженькой. Ну вот к общественному транспорту у меня, конечно, вопросики. Ну разве законно так жить? Там красавец стоит. А вот сено. Вон у кого-то сад на крыше. Всем привет. В этом чатике. Итак, рассказываю про... Что я вообще тут делаю? Начну с отеля сначала. Почему я сомневалась, засели от меня вообще или нет. Дело в том, что отель этот достаточно дорогой. Он стоит, по-моему, 100... В общем, не знаю. Не помню, сколько он стоит за ночь. Но на мои даты, на букинге на 5 ночей, 5 дней, 5 ночей, номер стоил 1400 евро. У нашей группы, естественно, на каждую мордочку не было такого бюджета. Все ограничивались там за 600, максимум за 800 отелей. Ну никак не за 1400. Я когда бронировала первый раз, как я уже говорила, я бронировала дважды. Я забронировала себе отели. Ибис, по-моему, это был, где нужно было ехать 7 остановок на метро. Я выбрала специально, чтобы по прямой ехать нужно было. У меня тогда бронирование все сорвалось. Почему не по моей вине? Потому что оказалось у нашей группы два разных бюджета, откуда нужно бронировать. В общем, эти два разных бюджета, оказалось, в одном деньги кончились, нужно бронировать со второго. И половина группы, значит, забронировали с одного бюджета. И кого первым, тем по-тругому. Суть в том, что когда я бронировала уже по-другому, через другие сайты, через другие вообще все вот эти вот штучки, уже не было того отеля. Там уже были с пересадками ехать и так далее, и так далее. И тут вдруг рядом появляется вот этот, в котором я сейчас сижу. Который, напомню, 1400 за 5 дней стоит на букинге. А у меня бюджет 600-800, вот такой. И я смотрю, типа, не поняла. И смотрю, он стоит 600. 600 евро, серьезно. Я такая, ну, дай забронирую. Если это ошибка, мне не подтвердят. А если, а вдруг что, вдруг и прокатит. И что вы думаете? Прокатила, я в шоке. Я до последнего не могла поверить, что меня сюда заселят. Даже вчера ночью, когда заселялась, я просто такая, пожалуйста, пожалуйста. Но меня заселили. Кстати, еще здесь, что хорошо, я забыла свою зубную щетку. И мне едали здесь. Хорошая дель. Мне все нравится. За 1400 тут не только щетки должны быть, я не знаю. Сейчас водичку возьму. Что я тут делаю? Рассказываю. Я работаю в коллаборации. Коллаборация называется Ксенон. Если хотите, можете загуглить. Занимается она, грубо говоря, поиском темной материи. Это очень, грубо говоря. И в коллаборации где-то работает человек 200. И эти люди все плюс-минус по всему миру разбросаны. Эти люди. Ну, лаборатории находятся вот наши во Франции, в Нанте. Есть еще в Париже, вот как раз в Сорбоне находится вторая лаборатория. И дело в том, что у нас в коллаборации периодически нужно со всеми встретиться, обсудить текущие дела. Мы это делаем два раза в год. Зимой я ездила в Италию. Там вот у нас была встреча. Прошлым летом она тоже была в Италии, в Турино, в этот раз в Лакуэле. И в этом году она уже в Париже. Дело в том, что это уже мой третий митинг коллаборации. Точнее, четвертый, но первый был онлайн, потому что был ковид. Да, но сам вот этот митинг идет три дня, даже два с половиной. Он включает в себя с девяти до шести презентации и обсуждения. И завтра вечером у нас welcome cocktail. И в среду вечером у нас social dinner. То есть ужин и коктейльчик. И еще бывают у нас программы разные, нам экскурсии устраивают. Если вот помню, в Португалию на конференцию ездили, у нас там была программа, экскурсия по городу. В Нанте тоже была конференция. С нашей лабораторией люди устраивали экскурсию по городу Нанте. Ну и еще экскурсию в госпиталь Нанте. Там у нас стоит детектор, который разрабатывается в нашей лаборатории, а конкретно наша группа и конкретно Жене. Для меня же это повод больше пообщаться с людьми, с которыми я работаю онлайн, пообщаться с ними оффлайн, о чем-то, о работе в том числе. И как делать дальше, как двигаться дальше. Потому что онлайн все-таки хоть мы по зуму и созваниваемся, обсуждаем и в слайке переписываемся. Это все равно не то, вот нежели оффлайн пообщаться. И на самом деле в этих командировках это сейчас такая, типа, не смотри, сейчас скажу. Сейчас 9 часов вечера. 9 часов. 19.00. Видите, у меня уже все, у меня голова не варит. Блин, ну не шуточки. Мы физикой занимаемся. Нужно, чтобы мозг был рабочий. Не прям много работы в этих командировках, тут больше общения. Люди в основном общаются, делятся опытом и так далее. Обычно я очень сильно устаю, на самом деле, от этих мероприятий, потому что людей очень много. А я, как выяснилось, видимо, интроверт. И мне тяжело. Общаться с людьми так много. С утра до вечера. То есть в 9 мы встречаемся, начинаем вместе коллаборировать. В обеды у нас несколько перерывов, кофе-брейков. Мы там общаемся, на обед мы общаемся. А потом после всего этого, как говорила, все идут на after walk или на ужин. То во что гораздо. Один раз, короче, в Лаквиле узнала про привычки, что в 12 часов дня люди тут идут обедать. И для меня это как-то чуток рано. Оказалось, когда я с ними пожила в одной квартире со своей командой, где подавляющее большинство это французы. Суть в том, что они не завтракают вообще. То есть максимум кофе выпьют и все. Вся моя команда, с кем я жила, никто не завтракал, кроме меня. Тогда вот я поняла, что ну неудивительно, что они в 12 уже идут обедать. Насколько вот разные привычки у людей. И у меня вообще чаще всего завтрак, это самый основной прием пищи. Вот я там загружаю больше всего. А здесь, как правило, загружаются больше всего на ужин. И на ужин, я помню, ой, что я говорила. С утра вы работаете в кофе, в брейках, в ланчах общаетесь. Потом на ужин общаетесь. И только после этого идете домой. И где-то дома оказываешься в 11 в лучшем случае. И потом на следующий день все то же самое. И так вот 5 дней в неделю. Меня это выматывает. Очень сильно. Раньше я прям не любила ездить во все эти командировки. Потому что, ну кажется же, да, круто, что типа едешь куда-то там. И можешь погулять, посмотри. Да не можешь, не можешь. Ты вот со всеми как бы. И можно, конечно, отпучковаться от людей. И поехать самостоятельно гулять. Но тогда ты как бы отрываешься от коллектива. Так ведь? Так же тоже нельзя. Надо как бы вместе с коллективом. В общем, тут всегда вот эти вот ну, вот это вот все непонятно. Как быть и как правильно. В общем, вот. Ну что. Собрала сумку. Снова в путь. Ношечки. И ключ. Пойдемте. Снова. Там, оказывается, указатель руки. Сегодня я все-таки настояла. Мы сегодня едим какую-то тайскую еду. У меня овощи с креветками с чем-то. Ну кто мы? Я и еще два человека. Все остальные также где-то сэндвичем. Как мы сбежались в коктейли, чтобы попытать свое счастье в опере. Все пошли. Мы не местные. Дядь, гал. В общем, нужно прийти за 35 минут до начала. И там, возможно, останутся билеты. И эти билеты будут не за 220 евро, а за 35. Но это если вам до 28 лет. Вот мы сейчас хотим попытать свое счастье и попасть туда за 35 евро. Сегодня наш день. Спасибо. Привет. Это все, что ты знаешь в русском, да? Блит. Блит. Пошли. Сент-Петербург. Калининград. 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 Это Сент-Петербург. У меня большой блин с бананом и клубник. И нутеллой. И так, мне какой-то люксовый вагон достался. Но люксовый заключается только в том, что кресла другие. А место для багажа уже закончилось, к сожалению. В конце погона, в другом точнее, осталось место для багажа. Туда сходила и отнесла. Все. Вот это я кукушка. Тут место для багажа было прям вот на прос. Ну, это осталось сказывать. Уже ничего не соображаю.